приветствую всех настоящих ценителей бокса только что в прямом эфире посмотрел бой габила мамедова против ричарна колина и прямо сейчас хочу с вами поделиться впечатлениями а также проанализируем поединок и постараемся сделать из него выводы если вы хотите посмотреть сам поединок от начала и до конца то насколько я понимаю он есть в телеграм-канале лаборатория бокса 2 ссылку я на всякий случай кому интересно оставлю внизу сможете зайти подписаться и поединок там посмотреть теперь что мы увидели кстати у нас глубокое утро поэтому я говорю довольно тихо так вот габил моментов наш российский спортсмен весовая категория 63 килограмма это было еще только одна восьмая финала хотя габил уже один бой на олимпиаде провел это его второй бой он смотрите у него такой стиль немного мексиканский что ли то есть только не классическая даже а габил он как бы переносит вес тела на переднюю ногу и он еще очень сильно садится очень сильно как бы так наклоняется то есть он в атака где-то там прячется внизу и опять же удар на рука у него очень любит он и на скачке бьет лево-боковой при этом габил манера у него такая очень интересная техничная то есть он не в смысле что сгруппировался так и пошел убиться нет он именно пытается уклоны там разные делать на руки левый прямой и при этом базовые как бы его удары все равно это разные крюки в голову это удар в корпус но именно габил берет не силой в смысле пойти соперника там разорвать своей мощью а именно скорее он пытается как-то ускользать уклоняться нырять проходить там через руку бить на в общем пытается все время сам не пропустить голову свою смещать где-то она у него виляет внизу а при этом попадает теперь маврикийц на первый взгляд ну парень такой он довольно смуглый или даже возможно темнокожий трансляция была у меня не самого высокого качества так вот он повыше роста буквально чуть-чуть но такое чувство что во-первых у него руки более длинные а во вторых он стоит прямо в то время как наш габил он как бы более группируется вниз и в общем бой стал с первого раунда складываться как как будто бы низкого боксера с более высоким наш габил идет вперед ищет свои моменты и где бреши есть там в корпус в голову маврикийц цепляет маврикийц сразу стал колесить по рингу и он ну там левую руку набрасывать но самое главное когда габил сближается то маврикийц пыталась его встречать у него основных было два удара жестких это один правый прямой другой лево боковой иногда маврикийц увлекался и бил прямо плашна как лопаты то есть лево боковой не втыкал а иногда прямо вот рукой такой распрямленный хлопал но тем не менее я это вообще все к чему клоню что первый раунд вышел довольно конкурентно мне спросоне показалось что судьи его чуть ли не маврикийцу отдали я потом пересмотрю но вроде это не так вроде это просто показалось спросоне но тем не менее раунд был достаточно конкурентный стало тревожно немножко загобило и тренера ему сказали что мол ты давай там ну как бы поактивнее наслаивай не отпускай его дай сам не оставайся то есть попал там уходи начиная с корпуса в голову переводил уходи потом чтобы не пропускать него шальные удары потому что маврикийц вот даже во втором раунде посмотреть в третьем несмотря на свою какую-то кажущуюся простоту он как бы сразу видно что он менее обучен тело его слушается меньше но у него присутствовал удар а удар это всегда опасность то есть он тебя всегда на входе может поймать или правом прямым или не дай бог левый сбоку зацепить и примерно так все и складывалось что габил как бы атакует попадает много хороших моментов то в корпус ему в голову уже там по этажам начинает маврикийц вроде только стал зажиматься у канатов вроде уже все ритм свой он маврикийц потерял потом раз вышел в центр ринга хлоп попал своим ударом то есть это ну не шуточно то есть все его удары были опасны второй раунд судьи уже так отдали однозначно габилу моментову и третий раунд начался более-менее конкурентно но во второй половине габил стал четко поджимать стал атаки наслаивать кстати как он и делал в прошлых боях я вот не знаю почему но было такое чувство что в этом в этом бою именно сегодня что габил моментов чуть-чуть был менее активный чем обычно менее агрессивно я имею ввиду не вне по характеру а по действиям как-то чуть чуть более сдержанно что ли работал чуть чуть меньше но опять же может так показалось может быть просто сегодня какой-то такой день был что вот как у нас раннее утро мы же не знаем спортсмены как там в каком режиме живут но так и иначе габил намедов победил с чем его поздравляю просто красавчик показал такую мексиканскую немного манеру но техничным при этом и проходит дальше еще в одну четвертую финала одна четвертая финала да и на днях будет биться там габилу моментову пожелаем удачи и победы а вам спасибо что данное видео посмотрели всем добра до новых встреч тушу камеру